Субтитры делал DimaTorzok Вместе с Тунманом Бахчисарай. Бахчисарай – новый город. Мы думаем, он возник не ранее 17 века у Тунмана в 16. Это резиденция хана у маленькой речки Чирюксу с 1771 года – город под властью Российской империи. И тут же он дает описание легендарного Чуфут-Кале, странной лжи о котором переполнена наша история. Однако нет сомнений, что тут была и древняя резиденция самых старых крымских ханов Чуфут-Калесии в переводе «еврейская крепость». Стоит задуматься над этим бредом и для чего его втиснули в историю графию Крыма. Ныне мы не остановимся на этом факте, но обязательно разберемся, как только окончательно соберем все материалы на эту тему. Абуль Фреда впервые упоминает этот Кырк в 1344 году. Итальянские и польские писатели писали его как Керкри, Керхер, Киркель, но здесь же был, как уверяет Тунман, и другой город – Фулли, существовавший еще, мол, в VI веке. Об этом городе последнюю гипотезу выдвигал еще Бертье де Лагард, и опять, как Тунман, он помещал Фулли на Чуфут-Кале. Но так на правда мало кто дает реальное знание обо всех этих развалинах крепостей, мечетях, насах, пещерных помещений и жилищных, подобных малазийским кладбищам и так далее. Интересен факт упоминания Тунманам продолжающегося сотрудничества османов с потомками генуэсов. Так, при упоминании о селении Сортаж, Сююртаж, используя данные из путешествия монаха Дар-Телли-Досколи в начале XVII века, что, мол, в этой большой деревне в расстоянии одной мили от Бакчисарая к юго-западу жили еще потомки различных генуэзских родов, как Дария Гриманди, Спинола и так далее, которым здесь после завоевания османами Кафы были представлены тартарами места для поселения с большими привилегиями. Все это наводит на интересные сопоставления о реальных событиях тех времен, а не всей этой немецкой ахинеи о древнекрымской истории. Во-первых, она не так древняя, а во-вторых, была до потопа совершенно иной, а не такой, как нарисовано ими немцами в XII-XVI веках. Но о Карасу или о Карабазаре процитируем Туммана полностью и выводы делайте сами. Карасу или Карабазар – один из самых больших городов Крыма, лежит в долине и очень приятной местности. Большой Карасу течет через середину города, город принадлежит Колга-Султану. Греки называли его прежде Мавром Кастрон, а в начале XIV столетия францисканцы имели здесь монастырь. В 1737 году он был взят русскими, как мы помним, генералом Салли. Большая часть жителей – армяне, греки и евреи, но живут здесь также татары и турки. Нет практически ничего и никаких мест в Крыму, которые мы ныне не знаем и которые бы Тумман не упомянул. Но, быть может, именно от него и подобных ему немцев мы это знаем, как знаем, например, нормандскую теорию от Шлюцера, Миллера и Байера. Если уж разъединять народы в истории, так уж делать это до конца, что немцы и делают, делали и будут делать, навербовав себе союзничков по всей Европе и переформатировав ребятушек, перевертывшие на Руси матушки. Уж о древних-тоукрах и прочих прибалтах так вообще вспоминать не будем. Таков, например, эски Крым, старый Крым. Само слово Крым, кстати, до сих пор окончательно не переведено, хотя мы имеем на этот счет свои мнения. Но далее. И смысл его непонятен и спорен. Некоторые ориенталисты утверждают, что Крым значит по-тюркский ров. Или, быть может, как у других, кромка, но все это бла-бла-бла, не более. Ранее эски Крым назывался Солгат. Эллими называли его Кария или Карион. Считается, что в XVI веке Солгат был самым большим городом на полуострове. Но был ли тогда Крым полуостровов, а не был ли он частью обширной территории в составе северного допотопного Причерноморья? Кстати, город, как считается, был родиной знаменитого султана Бейбарса, Камана или Половца по происхождению, что по-нашему роднозначно у русу-русу, одному из племен славянских, хотя его и наделяет тюркско-атоймангалоидными цертами. Возможно, и не без примесей последней. Или Бейбарс, как ныне его имя произносится. Он был египетским султаном Мамилюком. А с Мамилюками далеко не все ныне ясно, и ложь вокруг них просто зашкаливает. Позднее даже генуэзцы, о которых мы знаем, что они долгое время хозяйничали во всем так называемом русском понте, русском море, даже они не смогли покорить этот Солгат. Интересно и то, что и поныне недалеко от Старого Крыма расположен армянский монастырь Сур-Хач. Здесь же, мол, тогда же находилась резиденция Ширинбега, хана, имевшего свой монетный двор. По-нашему, он же был просто управителем одной из областей Великой Тартарской империи. И теперь вслед за Тунманом переберемся в Кафу. При нем Феодосия еще называлась Кафа, или спозже. Софья Августа Федерико вернула городу древнее небытое имя, переименовала город. Вот даже столь громкая и восхитительная цитата из Тунмана о Кафе. Послушаем ее. Кеффи или Кафа по-гречески Кафа – самый большой и важный город в Крыму. Его называют Крым Стамбули и Ярым Стамбули, то есть Крымским Константинополем и Полуконстантинополем. Он лежит на склоне пустынного, каменистого, песчаного холма, на берегу моря и имеет длинную и узкую форму. Он имеет высокие стены и башни, теперь очень разрушенные, два крепостных замка, косы, около четырех тысяч домов и много мечетей. Все они, кроме одной, имеют плохой вид. Греки имели здесь еще недавно двенадцать церквей, армяне – тридцать две, и католики – одну, святого Петра. Но это последнее и многие другие теперь уже в развалинах. Этот город, называвшийся некогда Феодосия или Теутодозия, был основан милецами и расширен дырецами из Боспора. Ну, далее идет пересказ той знаменитой байки о Боспоре и все такое. Поэтому мы тут это опустим. Ну, и Кафа и Таврия из средневековых авторов – это можно, так сказать, почерпнуть о той древности у Страбонов и Деодоров. И к ним вас мы и отправляем, коль вам это занимательно, друзья. И, наконец, все вернулось на свое, то есть к более-менее реальной истории хозяйства генуэзса в одной из послепотопных банд на этих несчастных землях. Мы уже разбирали, как хозяйничали итальянские послепотопные банды в Причерноморье. Возможно, что генуэзец Бальдо Дори основал около 1262 года, скорее, лет 200 после, может, и до потопа по указу тартарских властей. И это надо еще рассмотреть. И основал Херсон или даже Кафу. Это было на так называемых западных клематах, которые немцы любят называть готскими клематами, что в горной части Крыма и которые были еще будто под протекторатом ромеев. Вскоре венецианцы около, ну, даже смешно сказать, через лет 30 отбили Кафу генуэзсам. Но затем банда Генуэвновь отбила у них город. И даже в 1320-м, датировки мы называем, но абсолютно не согласны с ними, в Кафе было основано католическое епископство. И его епархия простиралась от мифического сарая на Волге, Ра, до Варны в Болгарии. Можете себе представить масштабы и характер этого влияния, это епископство. Но а насчет сарая на Волге много есть размышлений, и опять мы их тут опускаем, ни время, ни место. Но, надеемся, когда-нибудь, если позволит Всевышний, вернемся. Вскоре даже униадский армянский епископ получил здесь также кафедру, и была основана для армян Большая коллегия, то есть Духовное училище, где готовили священников. Цитирует Туман, что ясно, что это не факт, который он мог почерпнуть от каких-то путешественников, а скорее из неких древних, то есть по-нашему средневековых книг, что Джанибек Хан без результата осаждал Мулкафу в 1344 и 1345 годах. Но, сколь правильно это отнесено к этому времени? Скорее всего, это та же междубандская резня, что творилось тогда по всей Восточной Европе, от Северного, Балтийского до Черного Понта. Эта история лжива от начала и до, можно сказать, от начала этого вот периода и до самой середины 20 века. Мог ли папа Климент VI при несуществующем тогда еще папстве собирать крестовый поход на спасение города? Папство – это уже развенчанный миф многочисленными исследователями реального прошлого, особенно в этом хороший Александр Таманский. Советуем интересующихся ознакомиться с его творчеством, как на канале на ютубе, так и с его книгами. Не пожалеете, друзья. Да, тут при оказии даем и другой совет. Не покуситесь на бла-бла исторического вольнодумца. Большей ахинеей глупейшей вряд ли вы услышите в интернете. Но это наше мнение, и мы просто не могли его не высказать. И далее интересные, но спорные, однако, факты в смысле датировок у Туммана. Слушаем. В 1357 году, после того, как папа Климент VI даже хотел организовать крестовый поход, город был обведен новыми крепкими стенами. Он с каждым днем увеличивал свои богатства, красоту и количество населения, так как все, которые бежали из соседних стран от оружия турок, турок ли, устремлялись сюда. Наконец, 6 июня 1475 года, кафа стала добычей этого народа-завоевателя. Часть ее богатых жителей, которая не могла убежать, была переселена в Константинополь. Остался только простой народ. С тех пор кафа сделалась местопребыванием сначала Сан-Джака, и затем Беглер-Беги, но все же была только тенью прежней кафы. Ну и тут, соответственно, русские взяли ее в 1771, она перешла во владение, и потом российской провинции, Священно-Римской империи, как мы считаем, и потом уже было тут заселена русскими, соответственно, армянами, евреями, греками, татарами, грецами, христианами, католиками, потомками генуэзцев, ну и самими русскими переселенцами. Не менее интересен будет рассказ и о таком, о других городах и поселениях на южном берегу Крыма, как Судак, Алушта, Ялита или Ялта, Портенеон, Портенник и так далее, и Болуклава, ну и начнем мы это, такой беглый обзор Судака или Судага, расположенного западнее Кафы, маленького города с небольшой, но хорошей гаванью, до сих пор, так сказать, используемый по назначению. Он лежит на высокой скалистой горе в небольшом расстоянии от берега, и был он когда-то очень большим и цветущим, как считает Тунман. Его древнее греческое название было Сугдая. Вы помните, как мы говорили о Сугдае и что говорили об этом городе? И новая Сидаагиус. Итальянцы называли его Салдая, Салдадия, Сардая, Салла, Салдадия. Нубийский географ называет ее Шалтадий, Абульфеда Судаком. Каково название она получила от монголов. Оговоримся же, друзья, чтобы вы не слишком буквально понимали все наши цитаты. Обратите внимание, насколько не соответствует даже история, рассказываемая Тунманом от современных трактовок его же, и в том числе и Крымского ханства, и зависимости так называемых генуэсов, и самого появления османок, по-современному турок, в этих местах. Как мы видим, разборы и, так сказать, столкновения продолжались тут, наверное, не одно столетие после катастрофы, по нашему, начало 17 века. И вот закончились, в конце концов, подбитием Крыма к 70-м годам 18-го столетия Священной Римской империи и лице российской ее провинции. Субтитры создавал DimaTorzok